Мужество, отвага и сила. Завтра свой профессиональный праздник отмечают белорусские огнеборцы. У нас в гостях пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Виталий Димбовский. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, с наступающим праздником вас. Спасибо огромное. У нас сегодня будет что-то праздничное. У нас вообще сегодня особенный день. Виталий столько раз приходил к нам в гости, рассказывал что-то интересное и ни разу на кухне. Вот, наконец-то. Здесь, конечно, огня немного и вороться с ним не придется. Но с температурами, наверное, чуть-чуть. Сегодня огонь во благо, скажем так. Что мы сегодня готовим? Какой у нас будет сегодня завтрак? В первую очередь, я думаю, мы приготовим огнетушитель. О, началось. Естественно. Инструкция перед приготовлением. А что ж, летняя кухня. Хоть у нас огонь во благо, однако о безопасности забывать нельзя, поэтому на всякий случай мы будем держать его рядом. Виталий, везде всегда ходят со своим ручным огнетушителем. Виталий, а не потому-то ли мы видим огнетушитель, потому что вы не очень хорошо чувствуете себя на кухне? Зато с огнетушителем я чувствую себя уверенно везде. А как я чувствую себя на кухне, я думаю, ну, посмотрим сегодня, и вам предоставится возможность попробовать блюдо, которое не праздничное, но, к слову, одно из моих любимых и повседневных, которые я готовлю у себя дома, когда выпадает такая возможность. Сегодня мы будем готовить куриное филе, фаршированное грибами. Ого! Прекрасно! Ну, что, ничего себе! Ну, простое блюдо. Вот-вот. Не простое, но не праздничное. Самое главное в этом блюде, на мой взгляд, то, что оно достаточно, скажем так, соответствует, как сейчас модно говорить, с тенденциям ЗОЖ, да, здесь сплошь полезные продукты, и если готовить его правильно, не перенасыщая, опять же, маслом, жиром при приготовлении, то это кладезь белка и витаминов. Между прочим, в Виталии сертифицированный специалист, преподаватель по фитнесу, так что нужно ему обращаться. А вот я и хотела спросить. Ну, раз уж Евгений раскрыл карты, да, то я могу сказать, что куриное филе из всех мясных продуктов, которые в широком доступе имеются, оно содержит наибольшее количество белка, это порядка 23-25 грамм на 100 грамм веса куриного филе. И при этом содержит минимум жира и минимум углеводов, около полутора грамм на 100 грамм. А вот что касается вкусностей, неужели только исключительно овощи, белки, или все-таки есть слабости кулинарные? То, чего я стараюсь избегать, это быстрые углеводы, это, конечно же, прежде всего, наверное, хлебобулочные изделия, именно те, которые с большим добавлением сахара, сладкие булочки и прочее. Вот этих вещей я стараюсь избегать, хотя, ну, что уж тут скрывать, это вкусно. Слишком быстрые углеводы. Это вкусно, да. Сегодня мы готовим настоящий мужской завтрак. У нас в гостях в пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Виталий Димбовский. Доброе утро. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Виталий, в МЧС ты уже 15 лет. Все верно. Причем 9 из них ты посвятил непосредственному сражению со стихией, с огненной стихией. А вот помнишь, с чего все начиналось? Почему вдруг решил выбрать такую профессию? Хотелось на самом деле, когда я вот закончил 11 класс в лицее номер 2 города Минска, хотелось выбрать себе какую-то мужскую профессию, которая, ну вот, без, скажем так, любых двойных смыслов может называться мужской. И при этом хотелось приносить помощь людям. И при выборе учебных заведений в списке наткнулся я на командный инженерный институт МЧС. Решил посмотреть. Приехал на день открытых дверей, послушал, посмотрел. Ну, в общем-то... Ну, увлекла это, прям с детства увлекался или какими-нибудь... С детства я не увлекался самой профессией, сама, если можно так назвать, вот эта романтика профессии, когда... Ну, романтика это только со стороны, конечно же, в нашей профессии романтики это и мало. Однако со стороны, когда летят экипажи со включенными мигалками, с сиренами, естественно, когда это было, мальчишки все всегда, как минимум, выбегали посмотреть. И хотелось увидеть, что, куда, вот это вот какое-то ощущение и внутренней тревоги, и при этом какого-то неописуемого восторга, что где-то что-то произошло. И вот эти люди спешат туда помогать, спешат тушить пожар. У тебя же предпосылки были стать актером, может быть? Были. Я человек по натуре своей достаточно творческий. И действительно, и в лицее, когда я учился, я участвую в самодеятельности, и в то время я занимался и в самодеятельном театре. И смысл в том, что все пророчили меня, как бы, поступление куда угодно. Ну, в институт культуры, там, на режиссуру, куда угодно, но только не в МЧС. В погонах меня ожидали видеть меньше всего. К слову, я не потомственный, не спасатель, не военный. Я, наверное, из ближайших поколений единственный, кто в семье решил именно связать свою жизнь с такой профессией. Однако, как я и сказал, что одно дело – это хобби, все эти творческие моменты, а другой момент – это, конечно же, выбор профессии, осознанный. Здесь это перевесило. Я подумал, что все-таки мне ближе вот это. На какие навыки и задатки стоит обратить внимание тем, кто, возможно, сейчас рассматривает профессию спасателя, сотрудника МЧС, как свое ближайшее будущее? Надо таланта крепко спать, да? Ну, вот, Евгений, насколько я знаю, вот твой отец тоже был представителем нашей профессии. И от тебя вот эту вот шутку, которая давно гуляет на родине, но не соответствует. Ну, это же Евгений, он бы не был с собой. Слышать как бы не совсем привычно. А сейчас я отвечу как журналист, для того, что в интервью существует метод провокации. В таком случае твоя провокация сработала, я отвечу. На самом деле, это не более чем шутка, и спать мы можем только тогда, когда мы на заслуженном отдыхе. А рабочие сутки, дежурные сутки пожарных спасателей расписаны в прямом смысле по минутам. Там есть строгий распоряд огня, как раз-таки отменить который может только боевой выезд. Все остальное время спасатель чем-то занят. Это либо обучение, тренировки, либо обслуживание техники, оборудования, либо совершенствование своей физической подготовки, все что угодно. На что все-таки надо обратить внимание, или чему стоит уделить внимание, что перед поступлением... Общая физическая подготовка обязательно, мне кажется. Естественно, вопрос в том, что всем понятно, что спасатель должен быть физически крепок. Но при этом, здесь надо отметить, что этот физически крепкий и здоровый человек должен обладать еще и моральными качествами, которые позволят ему видеть все то и морально... Морально переносить, естественно. Естественно, все это определяется в ходе военно-врачебной комиссии, которую мы проходим, каждый работник МЧС, каждый кандидат на службу проходит в соответствующем порядке. А вот что касается математических способностей? Вот. Дальше я перейду к тому, что современному, если мы уже говорим про будущих офицеров-спасателей, которые поступают в командный инженерный институт, здесь нужно, конечно же, хорошо знать такие дисциплины, как физика, математика. Почему? Потому что эти дисциплины неотъемлемы, точнее, они не раздельно связаны с тем, что происходит на пожаре. Там все подвержено как раз-таки законам физики, которые нужно четко знать и понимать. И, конечно же, я еще забыл упомянуть сразу химию, но всему необходимому в институте научат. Есть целая дисциплина, которая учит физико-химическим основам теории горения и взрыва. То есть это все постигается, но для того, чтобы это можно было понять, чтобы человек смог этому научиться, знать детали того, что происходит и на пожаре, как себя вести, думают все, что можно тушить только водой, что пожары все одинаковые, что там тушить, приехал, дали воду. На самом деле все условия распространения пламени, все факторы, которые влияют на эти процессы, и в том числе какое вещество, как горит и чем его нужно тушить, всему этому нужно учиться. И офицер-спасатель, который, к слову, тоже выезжает на места чрезвычайных ситуаций, на места пожаров, он должен это четко знать. А математика нужна для того, чтобы в голове можно было четко просчитать всю модель поведения, посчитать, сколько гнетушащего вещества нужно на такую площадь пожара и так далее. Все нюансы не расскажешь. Не зря этому в институте учат целый большой, огромный курс обучения. В преддверии профессионального праздника это утро вместе с нами встречает пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Виталий Димбовский. Доброе утро. Доброе утро. Виталий, расскажите, пожалуйста, подробнее о ваших коллегах. Сколько сегодня насчитывает Минское городское управление МЧС огнеборцев? У нас существует сейчас порядка 40 подразделений МЧС в городе Минске, 30 из которых находятся с боевой техникой, то есть непосредственно выезжают на ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций в городе. Остальные расположены, как правило, на объектах, то есть они находятся и несут боевое дежурство там же. На наиболее опасных создаются такие подразделения. Девушки, есть ли в ваших рядах? Есть. Естественно, они работают не непосредственно по спасению людей, не по ликвидации пожаров, однако одна из значимых частей нашей работы – это предупреждение пожаров, чтобы ничего не происходило, чтобы не было в идеале кого спасать и что ликвидировать. Ну что, боевые подразделения не рвутся разве? Ох, думаю, рвутся. Пожалуйста, ну возьмите меня, я же и подтягиваться могу. Могут они многое, согласен, однако в любом случае сказать, что проще приходится этим девушкам на своих местах – это было бы неправильно. У нас каждое место и каждая должность предполагает работу с полной самоотдачей, однако именно для задействования их на пожарах, на чрезвычайных ситуациях – это не предусмотрено законодательством. То есть там работают на этом направлении только мужчины. Да, я понимаю, в пожарной конкретно части, да, может быть сложно, но вот МЧС, все, что касается чрезвычайных ситуаций, это же не только пожар. Вдруг нужно куда-то пролезть, а мужчина, ну не нашлось такого мужчины, который бы пролез. А вот девушка раз и пролезет. Я тебе уверяю, найдется такой мужчина, который сможет пролезть туда, куда надо. Есть у нас набор парней ниже метра шестидесяти, специально для узких мест. Нет, мы узкие места можем сделать пошире. Любое узкое место. Для этого у нас есть боевой топор. Соответствующее оборудование, да, и топор в том числе, однако есть и ряд другого. Да, в нашем разговоре мы уже упоминали о том, что смена сотрудника МЧС длится сутки, и все эти сутки расписаны буквально по минутам. А вот сколько времени отводится на выезд, на происшествие? С момента поступления сигнала о происшествии наше подразделение выезжает в течение одной минуты. То есть на сбор и выезд по тревоге отводится именно такое время. Но нужно понимать, что время сбора и выезда, и время прибытия на место чрезвычайной ситуации, это разные вещи. Потому что здесь мы можем повлиять на это время, тренироваться и прочее. А то, что происходит за пределами подразделения, городские пробки в час пик и загроможденные проезды, конечно, на это мы пытаемся повлиять как раз-таки при помощи изменения общественного мнения, чтобы люди уступали нам дорогу, чтобы люди не парковали неправильно автомобили во дворах. Это, собственно, чем и занимаются девушки, я так полагаю. Да, в том числе... Обтаскивают машины. Да, да, да. Нет, нет, они рассказывают в том числе о том, как происходит. Ну что, и женщин лучше слушают, чем мужчин? На самом деле иногда да. То есть есть моменты, где нужно жесткое мужское слово, где нужно какой-то напор проявить и так далее. А как раз-таки бывают направления, в которых именно метод убеждения, и сам женский голос, и вот эта вот манера общения, они гораздо более доходчиво помогают объяснить некоторые моменты. Ну и, конечно, не стоит забывать, что девушки работают очень много с детьми. Именно это направление профилактики, то есть с ранних лет мы эту работу ведем, и с детьми работать, конечно, как правило, получается лучше именно девушкам. А вот дети часто становятся виной пожаров? Как статистика за последние годы? На самом деле дети, именно детская шалость, это причина, к счастью, не самая основная. Однако, ну, ее не стоит, скажем так, сбрасывать со счетов, потому что, как правило, это приводит к каким-то печальным последствиям. Именно в этих последствиях страдают дети. Хотя, опять же, нужно понимать, что первопричина, первоисточник во всем этом, это недосмотр родителей. Раз такое произошло, раз имел факт, имела место детская шалость с огнем, значит, либо ребенок был предоставлен сам себе, либо где-то были недостаточным образом спрятаны спички, зажигалка или, ну, тот источник, скажем так, загорания, который ребенок уже применил. Получается, что здесь нужен четкий контроль, потому что школа, это понятно, МЧС, это понятно, но основной авторитет и те люди, которые в любом случае воспитывают во всех смыслах свое чадо – это родители. Они должны прививать основу безопасности и следить за тем, где их ребенок, с чем он играет. Вот, кстати, о взрослых, Виталий, а кто находится на верхней строчке хит-парада? Какие категории взрослых, да? Да, да, да. Если говорить о пожарах вообще, то порядка 80, иногда и 90% всех пожаров, которые происходят у нас в столице ежегодно, по статистике эти пожары происходят не на работе, не на каких-то общественных местах и так далее. Они происходят дома у людей. То есть люди сами себе дома создают часто небезопасные условия для проживания, более, что хуже всего, они ведут себя там небезопасно. Ну, и если вот из этих причин пожаров в жилье выделить самую основную причину, то долгие годы, к сожалению, у нас лидирует среди причин возникновения пожаров в жилом фонде и гибели людей на этих пожарах, это курение в нетрезвом состоянии. К сожалению, это бич современного времени, потому что две эти вещи вместе, ну, крайне несочетаемы. Мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили ранее. Зачем и какие навыки нужны спасателю? Вот, в частности, опять же, при горении материалов, которые у нас сейчас широко распространены в быту, а это прежде всего во всей мягкой мебели есть поролон, да? Это вещество, которое при горении выделяет массу токсинов, в том числе вещества из разряда цианидов. То есть все знают у нас на слуху в обществе цианисты калий, который, да, как отравляющий. Это вот здесь и синильная кислота, это тоже вещество из разряда цианидов, которое... Сейчас режиссер подготовит формулу этих опасных веществ, которые мы продемонстрируем уже в следующем включении. Сегодня у нас в гостях пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Виталий Димбовский. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, стоит, наверное, поговорить о проблемах насущных, а именно о нашем лете. Выдалось оно у нас. Кстати, какое оно для вас? Не простое. Да, сначала жара сумасшедшая для нашего собственного региона, мне кажется. А сейчас вот грозы уроданы. Ну, лесных пожаров, наверное, нету. Может быть, с этим-то полегче. Ну, на самом деле, действительно, погода сейчас преподносит сюрпризы, и любые ее перегибы в ту или иную сторону, конечно же, опасны для людей. И опасны с точки зрения самой складывающейся обстановки. Понятно, что, да, недавно мы пережили ураганные ветра и грозы, и сейчас вот синоптики прогнозируют снова очень большую жару. Что касается жары, понятное дело, что здесь у нас увеличивается число происшествий на воде, когда люди все идут отдыхать. Понятное дело, где прятаться от жары? Ну, конечно же, в воде. Однако многие сочетают это с алкоголем, что категорически запрещено. И получается, да, получается опять непоправимые вещи, когда человек думает, что он может себя контролировать. А на самом деле контроль над собой теряется, случаются различные вещи, начиная от судорог, заканчивая, если у людей особенно есть склонности к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, когда в состоянии алкогольного опьянения человек с большой жары резко идет в воду, пренебрегает правилами безопасности, надо ходить плавно, себя постепенно водой облить и только после этого плыть. А люди эти, как правило, либо прыгают вообще в воду резко, либо заходят туда. Что происходит? Происходит спазм сосудов резкий. И человек попросту может либо потерять сознание в воде, либо почувствовать себя плохо. И даже позвать на помощь он не сможет, он просто пойдет ко дну. Поэтому я еще раз обращаю внимание всех нетрезвых купальщиков. Мы сделали даже специальный ролик. Нетрезвые купальщики нас сейчас не слышат уже. Нетрезвые купальщики – это факт, который происходит непосредственно. на водоеме, либо… А вот те, кто собирается на водоем, пожалуйста, ограничивайте себя от употребления алкоголя, неприятных вещах. Виталий, все-таки сейчас хотел бы напомнить всем правила поведения при грозе, потому что ошибки совершаются вновь и вновь, сколько бы нам не рассказывали отовсюду, как правильно себя вести. Виталий, ты как авторитет. Вот прям вот один, два, три. Что нельзя и что нужно делать во время грозы? На самом деле я попробую сделать небольшую, с вашего позволения, рекламу. Мы разработали специальное приложение, которым, установив его, мало того, что можно узнавать в режиме онлайн о всех явлениях неблагоприятных, о тех же самых о большой жаре, о тех же самых надвигающихся грозах, ураганах и так далее, по всем регионам республики. Это приложение позволяет видеть это сразу, приходит соответствующее оповещение. И вот почему я воздержался от правил безопасного поведения, потому что не только гроза бывает опасна, однако все основные моменты опасные, которые могут возникнуть с людьми и в быту, и с точки зрения погодных условий, описаны в этом приложении. И там четкие рекомендации в зависимости от надвигающейся угрозы, как нужно действовать, какие вещи стоит предпринять и какие предпринимать наоборот. Это все прекрасно, это здорово, что есть такое приложение, но не у всех есть возможность его куда-то скачать. Поэтому давайте еще раз всем, кто нас сейчас смотрит. Мои бабушки смартфон дисковый, поэтому... Выложение называется МЧС «Помощь рядом». Оно доступно сейчас для системы Android и совершенно бесплатно можно скачать его для своего смартфона. Для тех же, кто не имеет такой возможности по каким-то причинам, если уж останавливаться, но я не буду конкретно по грозе говорить, попробуем по урагану, по погодным условиям. Основные факторы, которые угрожали нашим гражданам, понятно же, что в условиях ураганного ветра сильного, когда все вокруг сносят, самое основное – это укрыться в здании по возможности. Если такой возможности нет, уходить подальше от конструкции, больших площадей, не находиться под деревьями, не парковать там свои автомобили. И то же самое, те же рекомендации, в принципе, при грозе. Возможность есть – ушли в здание. Если возможности нет, надо находиться в максимально низкой земле, если касательно безопасности от удара молнии, и не находиться под отдельно стоящими высокими объектами и деревьями. Вот актуальный, все равно еще такое маленькое дополнение, актуальный вопрос. Можно ли в это время пользоваться мобильным телефоном, например, скачивая ваше приложение? Нет, в этот момент уже это не рекомендовано. Сделать это, как и все меры безопасности, нужно делать это заблаговременно. Для того, чтобы это приложение уже вас оповестило на двигающейся грозе, а не в тот момент, когда гроза произошла. Поэтому рекомендую еще раз скачать его заблаговременно. МЧС – помощь рядом. Вот самое важное, что нужно запомнить сейчас. Завтра свой профессиональный праздник отмечают все пожарные спасатели страны. У нас в гостях пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Виталий Димбовский. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Ну, прежде чем мы попробуем этот десертик такой вот прям. Что? Ну, для тех, кто голоден, это прям десерт. Это для тебя вот так вот, да? Да. Хорошо, что не салатик. Украшение, украшение. Хорошо, что не напиток. Виталий, а вот вчера, буквально вчера, уже широко на весь город отметили традиционный уже праздник, посвященный Дню пожарной службы. Как в этот раз отметили? Ну, действительно, традиционно каждый год на ближайшую субботу, которая выпадает рядом с нашим праздником, потому что, как мы уже сказали, сам праздник мы будем отмечать завтра, это 25 июля, как по календарю у нас идет сама дата. Но, чтобы сделать праздник для людей, чтобы продемонстрировать все свои возможности и показать все сложности службы, и в том числе, скажем, показать, чем нам приходится сталкиваться, и на что мы способны, мы устраиваем традиционно в парке Горького мероприятие. Начинается оно с парада нашей техники и оркестров, после чего все мероприятия были в самом парке, где все желающие могли посмотреть и показательное выступление, а также ознакомиться с техникой и оборудованием, и, конечно же, попробовать действия и оборудование самого, и то, в каких условиях мы работаем на себе. Были смоделированы и специальные дымокамеры, можно было сходить внутрь и взрослым, и детям. Все было очень замечательно и понравилось местам нашего праздника. Наверное, в том очередь стояла. Естественно, и не одна. Я хочу немножко сейчас перейти вот все-таки в семейную тему по традиции нашего пятого включения. Мы знаем, что у вас маленькая дочь. Есть такая? Да. Вот она насколько интересуется вашей профессией, и проводите ли вы с ней какие-то уже просветительские беседы? Ну, на самом деле, чтобы всерьез интересоваться и хотя бы понимать мою профессию, она еще слишком малая, всего лишь полтора годика. Однако касательно... Ну, про кошкин дом-то уже читали, что? Естественно, естественно. Сказки читаем, понимание какой-то сказок есть. Спектакль же кошкин дом может быть. Да, был у нас такой, но на спектакль еще рановато. Однако касательно самой работы, естественно, ее надо вести именно с таких лет, в том числе. Понятное дело, что и смотрим, чтобы она ничего плохого не делала, чтобы она не лезла туда, куда не нужно. Постоянно ограждаем ее, скажем так, от тех же самых розеток, от острых углов, пытаемся все объяснить на том уровне, чтобы она пыталась понять, что это опасно. Ну и, конечно же, есть какие-то моменты, которым стоит приучать вот с детства. Они должны быть в игровой форме, на мой взгляд. Ну, самый важный момент, который уже научилась. На своем примере, мы в игровой форме осваиваем с ней такие моменты, чтобы она знала, что такое стоп, нельзя и прочее. То есть для нее это должно быть как игра на каких-то моментах. Вот команда, если уж так выражаться, стой, должна для нее быть чем-то таким, что вот когда она слышит этот звук, она должна неукоснительно выполнять, ей должно быть это интересно. То есть это не просто папа говорит, стой, значит, переди когда-то опасно. Да, чтобы это не было в порядке наказания, чтобы это не было в порядке какого-то, скажем так, чтобы она не понимала, что на нее ругаются, чтобы она понимала, что это нельзя, но при этом она знала, как это выполнять. Зайца мама пришла, что вы сегодня с папой делали? Мы сегодня осваивали команды стоп, стоять, лежать, бегом. Ну что ж, вот сейчас хочется бегом команду выплатить. А то остывает, действительно, попробуйте это горячее. Это точно не для нас, правда? Сейчас нас ничто не остановит, даже в игровой форме. Ну что, на старт, внимание, марш. К приему пищи приступить, как говорят у людей в погонах. Я вот старался, и сейчас надеюсь, что этот кулинарный шедевр вам понравится. Ну-ка. Как вкусно. Хорошо. Ох. Я даже название уже придумал. Да ты что? Она так и будет называться. Курочка МЧС. Машум чикен соус. Отличное название. Очень вкусно. Друзья, всем рекомендуем такой полезный, здоровый завтрак именно этим воскресным утром. Ну что ж, действительно потрясающее блюдо. И по традиции мы ждем настоящего утреннего пожелания. Готов? Ну что ж, я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих коллег от имени Минского городского управления МЧС и себя лично с наступающим праздником, днем пожарной службы. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия. Ну и, конечно же, сухих рукавов. Вот. Ох, спасибо вам большое. Вот это профессионально. Виталь, спасибо вам за этот завтрак. Спасибо за интересную и познавательную беседу. И тоже хочется от себя пожелать вам как можно меньше чрезвычайных происшествий. Спасибо. Ну а я, в свою очередь, тоже воспользуюсь правом, которым никогда еще до этого не пользовался. И поздравлю своего папу с наступающим праздником. Пап, здоровья тебе. Мы помним, что ты наш спасатель. А в студии у нас был потрясающий майор, пресс-секретарь Минского управления МЧС Виталий Димбовский.